Всё для фронта, всё для победы. Во времена Великой Отечественной войны эти слова вдохновляли миллионы людей нашей страны. Непосильное бремя страданий и тяготы вынесли на своих плечах солдаты и офицеры, рабочие колхозники, деятели науки и культуры, женщины и, конечно же, дети. Когда началась война, Валентине Сергеевне Кузнецовой был один год. Родом она из города Николаева. 21 июня отправили моё день рождения, годик, а 21 июля началась война, 41-й. И мы оттуда уехали из Николаева, переехали в Воронежскую область, город Бобров. Где мы там обосновались, мама ждала третьего ребёнка. И когда началась война, папу забрали сразу, как всех. Валентина Сергеевна вспоминает, что во время войны было холодно и голодно. Комната, где жила семья, не отапливалась. Приходилось включать духовку, чтобы не замёрзнуть. В эту же духовку клали маленькую сестрёнку, чтобы спасти её от переохлаждения. Духовка тёплая. Мы закрывали и открывали, чтобы посмотреть, дышит она или нет. Дышит. Вот мы её так берегли. Кушать было нечего. Мы говорим, мы кушать хотим. Мама говорит, спите. Все должны спать, чтобы так сильно не хотеть кушать. Уже после войны стало полегче. Мама Валентины Сергеевны устроилась на работу. Дети пошли в ясли. Но денег всё равно не хватало. И семья продавала одежду отца. Мама их тихонечко распродавала и кормила нас. Однажды она принесла кувшин молока с пенкой и пирог с повидлом. И сказала, дети, садитесь кушать. Это папина. Я всё продала, вещи папины. И вот кушайте. Нам досталось по куску пирога и по кружке молока с пенкой, с коричневой такой. Вот мы это были очень накормлены всё-таки. В 1958 году, окончив 10 классов, Валентина Сергеевна уехала в Липецк. Там устроилась на завод учётчицей. Спустя год она поступила в педагогический институт на факультет филологии. В Липецке встретила супруга, которого после учёбы отправили служить в Саров.